Из Харькова в Белгород, вопреки всему, невзирая ни на что. Этот путь украинские ветераны накануне 12 июля проделывали каждый год. И этот не стал исключением. Восемь человек. Самому молодому из них, Михаилу Исаеву, ветерану КГБ СССР и Афгана, недавно исполнилось 70. Он сопровождал делегацию героев Великой Отечественной на памятные мероприятия в честь 77-летия боев под Прохоровкой, важнейших сражений Курской битвы. Самому пожилому 90. Среди делегаций и 85-летняя дочь создателя легендарного Т-34 Татьяна Кошкина. В общем, по меркам СБУ, компания крайне подозрительная и очень опасная. Очень опасные преступники. В общем, Служба безопасности Украины провела спецоперацию и изъяла 50 медалей. Искали очень долго, потому что знали, что в Харьковской области всего 500 живых ветеранов. Ну, вот они везли 50. Зная, что везли на всех, должны были на всех. В общем, изъяли эти медали и промурыжили вот этих уважаемых людей. Возвращающихся с памятными медалями харьковских ветеранов на родной границе брали как опасных преступников. Таможенные службы предупредили заранее почти план перехват. А обыски двух автомобилей с пожилыми людьми у сотрудников СБУ заняли почти 10 часов. Процедура эта продолжалась, да, около 10 часов. Ну, например, мы его убили, он пятикратно, как минимум, открывался и мной закрывался. Потом люди уходили, по-видимому, с кем-то консультируясь, и возвращались на дополнительный осмотр. По-видимому, чего-то большего дали, что мы везем. Но и то, что было найдено, бойцам службы безопасности показалось крайне подозрительным. В памятной медали, выпущенной к 75-летию Великой Победы, украинские спецы разглядели пропаганду нацизма и коммунизма. Опасные для страны по меркам СБУ медали изъяли в качестве вещдоков. А ветеранам, перевозившим запрещенные дары от вражеской державы, пригрозили заведением уголовного дела, сроком лишения свободы от пяти лет и конфискации имущества. Мы не понимаем, зачем мы должны быть изгоями собственной и любимой нами, безусловно, Украине. Сакральное понимание, вероятно, живет где-то в застенках офиса СБУ в Киеве, а может быть и в администрации президента, но точно не среди украинского народа. Комментарии в фейсбуке к посту о произошедшем все чаще нецензурные. Какими-то другими словами, описать действия властей у пользователей получается с трудом. Это настоящий позор для украинской спецслужбы. Вместо того, чтобы выполнять свою работу, они охотятся на ведьм. Со стариками воевать легко. Сердце разрывается за память наших героев. Позор сотрудникам этой некогда элитной, а теперь низко опустившейся службы. Пока никакого развития ситуация не получила. С Исаевым не связывались и обвинения не предъявляли. Казалось бы, так и должно быть, но, увы, последние пять лет от местных властей можно ждать чего угодно. Мне жаль, что закон о декоммунизации используют так подло. Ведь ветеранов осталось очень мало сегодня на Украине. И меня поражает то, что звериный оскал нацизма продолжает и дальше сегодня глумиться над ветеранами Великой Отечественной войны. Снос памятников, запрет языка и героизация Бандера – такова благодарность официального Киева немногим оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной. В этом году их даже не поздравили с Днём Победы. Ведь этого праздника официально в Украине больше не существует. Варвара Невская, Анна Погонина, Вестин.